Базовые движения с Дзё, блок второй, Мэн Нобу, удары в голову. Первое движение Шомэн Учкоми, отработка прямого удара. Из стандартной позиции, обратите внимание, мы поменяли стойку. Тычковые удары мы, ориентируясь на правшу, в базе делаем из левосторонней стойки. Удары в голову, вертикальные рубящие удары мы делаем из правосторонней стойки. Опять же, для правши это удобно. Здесь правая рука выполняет основную функцию, она задает направление удара. Силу прикладывает левая, это очень важно. Это рычаг скорости, так же, как и с мячом. Короткое плечо рычага, длинное плечо рычага. Здесь только точка вращения. Вот здесь нужно активно сработать, чтобы как катапульта кончик Дзё полетел активно в удар. Поэтому мы не держим широко, держим стандартно по локоть. Это выверенный веками формат хвата для мощного удара. Но силу прикладываем в основном левой рукой. Вот такое вспомогательное движение можно поработать, чтобы понять силу, прикладываем левой рукой. А правая рука задает направление. Если нужно ударить точно в переносицу или точно в висок, то вот движение. Поэтому, когда вы правильно освоили хват и баланс в руках, вы понимаете, что под правшу действительно из правосторонней стойки начинать удобнее. Поэтому все пять базовых ударов в голову, базовых связок из раздела мен-но-бу мы начинаем из правосторонней стойки. А потом осваиваем их на другую сторону отдельно. Итак, мен-но-бу шомен-уч-коме. Прямой удар в голову. Отработка. Замах над головой. Левая кисть оказывается чуть выше лба. Над головой. Кончик Дзё не проваливается. Смотрит выше. И удар наносится немного по диагонали. Если у меня короткий хват, я могу держать палку вертикально. Если хват на длине, например, на предплечье, то видно, кончик Дзё уходит немного вбок. И, сохранив эту диагональ, я просто опускаю удар. Удар прилетает кончиком Дзё либо в висок, либо в переносицу. Поэтому, ну, при фехтовании, при парной работе. Поэтому не проваливаем ни в коем случае палку. Останавливаем на уровне головы. И удар всегда немножечко по диагонали. Подразумевается, что меня может атаковать человек с мечом. И если я бью в торец, мы просто втыкаемся оружием. Если бью длинно поперёк, очень долго не прилетает раньше. Моя задача клиниться в атаку партнёра и палкой сбоку, в боковую часть клинка, сбить оружие и этим же движением попасть в голову. Позже покажем это в парном варианте. Пока что то, что нужно запомнить, это мы держим угол и бьём в голову. Небольшой угол и удар в голову. Верхняя позиция. Нижняя позиция. Верхняя позиция. Нижняя позиция. Этому удару надо посвятить довольно много времени. Он выглядит несложным, но сначала до автоматизма отрабатываем его, потом переходим к следующему. Шомен Учекоми. Отработка прямого удара в голову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова